Добрый день дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. Сегодняшнее мое видео это видео вязальные посиделочки. Как вы поняли по названию. В общем поудобнее усаживайтесь, берите свое вязание или занимайтесь делами своими, которые вы там наметили. Вы мне пишите, кто-то уборку делает, кто-то готовит, кто-то еще что-то делает, кто-то пьет чаечек и просто слушает. Вязальные посиделочки я повяжу. Вяжу я горловинку уже у моего, не у моего, а у Максика джемпера. Вот, как всегда вяжу сверху, то есть сбросовой нити. То есть неправильно я выразилась, сверху это получается, допустим это изначально, да, когда вяжется горловинка, а потом уже все остальное. У меня получается, что набросовую нить я набирала, вот я ее сейчас сняла, эту бросовую нить. И провязала изнанкой, сейчас увеличила в два раза петли, потому что буду вязать ложную кетлевку полурезинкой, да. И далее уже буду вязать, так вот, видите, вот какая проблема у меня, дырка образовалась. Чтобы дырки такой не было, я ее сейчас подтяну всегда, если что-то вдруг мне не нравится, исправить это всегда можно. Вот, видите, все, дырки никакой нет, обратите внимание. Я походу всегда что-то где-то подправляю, потому что изначально, конечно, тяжело что-то не упустить, тем более, что я вязала с утра, сейчас время уже после обеда. Я сегодня очень много времени потратила на выбор водонагревателя. Для тех, кто не знает, значит, у меня новая квартира, ну, она уже, можно сказать, не новая, два года уже, чуть больше двух лет я в ней живу, да. И я сделала капитальный ремонт, но так как была ограничена в средствах, я собиралась установить этот водонагреватель, но все упиралось в финансы, потому что, ну, вы знаете, нынешнюю ситуацию и мою ситуацию, и все остальное. Но сейчас уже, скажем, возникла экстренная необходимость, потому что неизвестно, когда у нас включат воду, прям уже объявил заместитель главы администрации, потому что якобы будут ремонтировать 16 километров трасс. Я так поняла, что горячего водоснабжения холодно, ну, короче, Капримор будет трасс коммуникаций, вот так вот. И что выделили средства и т.д. и т.п., что вот они по этой причине на месяц раньше графика отключили горячую воду у нас на прессовку для того, чтобы понять, где порывы, чтобы заняться этим ремонтом. Ну, страдает, как всегда, кто? Люди страдают, правильно же? Ну, типа извиняются. Надо понять и простить, да? Вот, а что нам остается еще делать? Видите, еще одна дырочка. Очень легко и просто. Поднимаем чуть ниже, одеваем петелечку и провязываем. И все, дырочки нет. Где-то более слабая была петля. Это, скорее всего, при наборе я так сделала. По этой причине. Так вот, и я просидела полдня в интернете в поисках нормального водонагревателя, чтобы, как говорится, понять. Опять читала отзывы, смотрела цены, какие у нас здесь по городу, сравнивала и прочее, прочее. Конечно же, беру опять с кредитной карты. А что делать? Ну, вот что делать? Даст Бог, заработаю и отдам. Так что, такие вот дела. На завтра мне доставка, а на 29-е вроде как установка. Да, я оплатила и установку. Но посмотрим, придут, что они мне скажут. Вроде как, когда я ремонтировала канализацию у себя, да, оговаривала с сантехником о том, что буду в дальнейшем бойлер ставить. Но, как вы знаете, сантехник сменился не один. И вроде как зять посмотрел фотографии, ему отправляла. Сказал, что там нужна какая-то разводка. Ну, придет человек потом, что он мне уже скажет, будет видно. Ладно, в общем, объяснила, чем я занималась. По этой причине я сегодня не вязала, ничего не делала, сидела только в интернете. Значит, еще хочу сделать оговорочку. Отвечаю с опозданием на комментарии. Поэтому, возможно, будут какие-то там предложения такие, что, ну, скажем, с опозданием. Оксана Якимова. Доброго времени суток, Ирина. И все девочки и мальчики, кто увлечен посиделочками. Спасибо вам, Ирина. Вы озвучили все мои комментарии, ответили на них. Особое спасибо за подробное объяснение зефирки. Пока я еще вязать второй раз не бралась. Пока начинаю свитер своему старшему внуку. Бросить не могу, как и отложить. Не люблю долговязов, потому что я сама долговяз. Ой, спасибо вам. Вы поднимаете мне настроение своими комментариями. Этот свитер начала еще перед новогодними каникулами. Бросила все дела и вязала, и вязала. Но, увы, дню рождения я не успела. Решила к 23 февраля. Но вот сегодня уже 23, а у меня он еще не связан. Нужно вязать еще один рукав. Второй подходит к завершению. Вот как я один свитер вяжу почти два месяца. Но оправдываю себя тем, что давно не вязала большие плечевые изделия спицами. Хотя до нового года связала себе вашу японку. Кардиган крючком, юбку тоже спицами. Ну и по мелочам. Варежки, шарф, тапочки, тачки маленькому внуку и две манишки младшему. И две манишки старшему. Уже самой поднадоело однообразие. Ну а на другое переключаться не хочу. По поводу подсевшего и свалявшего вязаного изделия после стирки. Хочу дать проверенный совет. Тоже подсмотрела на ютубе. Я связала старшему внуку теплую манишку из стопроцентной шерсти. Он был доволен, но в морозы сибирские ему было тепло. Потом он умудрился засунуть ее в стиральную машинку. И постирать на обычном бельевом режиме. Конечно же она сбилась. Подсела и свалялась. У меня получилось ее реанимировать. Я в таз налила слегка теплой воды и добавила в нее бальзам для ополаскивания волос. Пока манишка замачивалась, я руками ее расправляла. Минут 30 подержала в растворе. Потом ополоснула прохладной водой. Манишка приняла первоначальный вид. Еще хочу спросить совета. Может быть кто-нибудь знает, как смягчить колкость связанного изделия. Поделитесь своим опытом. Буду очень благодарна. Спасибо всем. Спасибо Ирина за общение, за посиделочки. Всем здоровья, доброго общения и удачных вязальных процессов. До новых и приятных встреч. Спасибо вам большое за такой замечательный комментарий, за то, что рассказываете о своих вязальных делах. И спасибо, конечно, что поделились своим бесценным опытом. Любой опыт, я считаю, что он бесценен. По поводу колкости. Вы знаете, у меня, видимо, очень низкий порог чувствительности. Наверное, я это так назову. Потому что редко что мне из вязаных вещей колит. Вот многие там говорят, что ангора голд колит. Мне я спокойно хожу. Какие-то еще другие там вязаные изделия из какой-то пряжи. А я себе хожу спокойно. Наверное, у меня кожа дубленая. Или как там дубовая. Или как там говорят, что... Ну, в общем, нормально переношу я колкость. Поэтому никогда не задавалась этим вопросом. Но я слышала, что... В морозилку закладывает вещи. Что это дает, я не знаю. Но вроде как так делают. Да, дорогие друзья. Если вы с этим сталкивались. Пожалуйста, пишите комментарии. Я их, конечно же, озвучу. И, возможно, даже кто-то прочитает самостоятельно под этим видео. Ответ на вопрос Оксаны. Так, Валентина Семеновна. Сделаю и я блинчиков с мясом. Сегодня у меня какой-то неправильный понедельник. Достала с морозилки говядину и свинину. Думала наделать побольше пельменей. Так как манты надоели и ничего не сделала. Долго гуляла на улице с соседями. Раньше я мясо на начинку отваривала. А потом на мясорубке. Но тоже было мясо. А сейчас, если отварить трава травой, я решила обжарить фарш с луком и морковью вместо сахара. Но он все равно рассыпается в начинке. А я попробую завтра, как Ирина, сделать однородный, куда он денется. Спасибо еще и вовремя. А вы говорили недовязы. В марте, глядишь, еще два плечевых родятся. За образцы ничего не могу сказать. Один нежный, другой красивый. А что из них получится, то увидим. Меня больше жилеты заинтриговал. Потому что самой нужен. Я писала. Спасибо, Валентина Семеновна. Всегда мой такой подписчик активный, который смотрит и комментирует под каждым моим видео. Я выражаю вам особую благодарность, потому что комментарии, они продвигают видео вверх и показывают, как же они называются эти... Ну, в общем, те, кто двигает видео для того, чтобы были просмотры. Чтобы, как говорится, ему было видно, что надо это видео продвигать. И по поводу жилета моего, как видите, он у меня приостановился, потому что, как всегда, вылезли другие изделия на первое место. Но обязательно я его довяжу, потому что там все хорошо. Меня ничего не смущает. Там его нужно вязать и все. Я чуть-чуть приостановилась. Не могу взять ритм прибавок, потому что боюсь, что здесь напутаю. Вот, по поводу того, что фарш, фаршем я вот такой фарш я делаю все время для блинчиков. Блинчики уже доело. Очень вкусные получились. Я их замораживала очень много. Ну и потихонечку на завтраки размораживала и кушала. В марте, что-то я не помню, сколько там плечевых я связала, но какие-то были у меня вязаные изделия. Спасибо, Валентина Семеновна, Лена Денисенко. У нас вчера было плюс 20. Это было написано под видео от 28 февраля. Вот, представляете, как я запозднилась. Но вы же знаете, что я заболела, заболела, у меня не было голоса. И долго я восстанавливалась, кашель у меня был. Сейчас он вроде бы меня отпустил. Ну, не знаю, надолго или нет. Но я активно, очень активно лечилась. Так, вот тут что-то я уже мудрю. И я... Не то что-то сделала. Ага, вот. Вот, по этой причине я не отвечала долго. И я думаю, что добрый мой зритель меня поймет и не осудит. Потому что... Ну, все же мы люди. Я что же не... Не железная. Так, Ирочка, жилет будет очень красивый. Я однопроцессница, только по той причине, что вязать мне просто некогда. Только вечером возле компьютера. Спасибо, посиделочка. Могу хоть побольше повязать. А так весь день вязать одно изделие, да еще лицевой гладью. Очень тяжело. Поэтому мне нравится вязать детские вещи. Вяжутся быстро. и не успевают. Надо есть. Вот какие мы все разные. А для меня вязать детское изделие, друзья мои, ну, я не могу сказать, что это мука, но мне напряжно его вязать. Потому что все мелкое. Кажется, что... Ну, что там вязать, да? А на самом деле я вот... Ну, видите, как я медленно вяжу. Это уже нужно столько... 50 раз можно было бы связать. Ну, вот я так медленно вяжу. Ну, ничего. Ну, и на заказ, когда вязала, хотелось быстрее связать. По поводу кокетки ожены, я с тобой согласна. Кокетка сама по себе очень шикарная. Дорожки будут перебором. Перебором. Всех рукоделочек с окончанием календарные. Зимы. Всем крепкого здоровья, вдохновения, тепла, добра, мира, прекрасного настроения, позитива по жизни и солнышка в дыше. Друзья мои, эти пожелания адресованы не только мне, но и вам. Поэтому я их озвучиваю. Лена, спасибо огромное. За твою доброту, за твою душевность, за то, что ты такая трудяшка. Я-то как бы с тобой общаюсь, я же знаю, о чем я говорю. Знаю, сколько ты, несмотря на то, что тебе вязать некогда, сколько ты вяжешь. Ну и тот, кто смотрит мои замечательные работы, ваши замечательные работы, там столько лениных изделий я показываю. Так что тебе тоже все то, что ты перечислила нам, пусть и тебя касается. Людмила Авдонина. Ирина, здравствуйте. Понимаю, что не делаю давать советы, но попробую. От аллергии помогает отвар петрушки на молоке. Измельчить хороший пучок петрушки, залить литром молока, довести до кипения. 5 минут пусть покипит. Накрыть и пусть остынет. Процедить и принимать по одной третьей стакана 3-4 раза в день. Хранить в холодильнике. Я тоже стараюсь не пить лекарства. Всего вам доброго. Людмила, огромное вам спасибо за такой рецепт. Никогда я, конечно, не пробовала. И честно вам скажу, пробовать не буду. Вот вы не представляете, я на дух не переношу петрушку. Вот, ну не могу. Я ни в каких... Я ее не использую вообще. Вот вы обратили внимание, что в моем рационе петрушка не присутствует вообще. Лук и укроп. Ни сельдерей. Ни какие-то другие. В общем, я не использую. Поэтому не могу. Ну, я сразу скажу, я не буду этот рецепт применять. Но, возможно, кому-то этот рецепт будет полезен. И кто-то, возможно, примет во внимание. Потому что бывает, что сегодня не нужно, а завтра как бы пригодится. Спасибо вам огромное еще раз. Ольга, вяжу просто. Добрый день, Ирина. Слушаю вас и нашла совпадение. Я тоже запойный человек. Вяжу проект до последнего, если нравится. Также в еде не ем конфеты месяц, а потом запой каждый день. И так во всем. Мы просто уникальные, увлекательные. Мы просто уникальные, увлекательные. Вас с наступающим праздником. Здоровья, мира и добра. Спасибо большое, Оля. Ну да, я думаю, что таких как мы, мы не одни. Нас много таких. Но я особо запойная. Я буквально недавно получила комментарий о том, что я не патриотка нашей страны. Смотрю корейские сериалы, а российские не смотрю. С чего вы решили? Ну, как бы я ответила, что говорю, с чего вы решили, что я наши российские сериалы не смотрю? Просто то, что я не озвучиваю, я, друзья мои, слежу за новинками, которые выходят у нас. Я смотреть по второму кругу не люблю, потому что еще не страдаю склерозом. Поэтому, в общем-то, вот начиная какой-то сериал смотреть, думала, что я его не смотрела. А оказывается, я его уже смотрела. И зачем я буду тратить время бесполезно на то, что уже я смотрела? Некоторые вот пишут, что там, или рассказывают о том, что пересматривает по два-три раза, или перечитывает там книги. Нет, это не про меня. Я так не делаю. Вот. И да, я знаю, что вот некоторые там, в некоторых ситуациях что-то где-то я забываю. Но вот, как бы, по поводу фильмов, может быть, я внимательно их смотрю. Не знаю. Но вот, как-то, вот, пока еще все нормально. Я буквально недавно ходила к своей маникюрши, да, делала маникюр, и шел там какой-то сериал. И она такая говорит, от гад, что ж он там это, ну, про сериал там, что ж он там типа выкинет. Я ей говорю, да, не переживай, все будет нормально. Она говорит, а что ты смотрела? Я говорю, да. Потом на следующий раз пришла, опять какой-то там, у нее же телевизор стоит для клиентов, опять какой-то сериал идет. И она опять говорит, это тоже смотрела. Я говорю, да, а ну-ка столько времени вязать, это же ж не первый день, а я смотрю, каждый день я что-то смотрю. Так что, друзья мои, я такой же патриот, как и многие, это раз. Во-вторых, патриотизм не проявляется, я думаю, в том, что смотришь, что смотришь тот или иной сериал, или еще что-то. Я не смотрю политические сериалы, не смотрю там еще что-то, я смотрю жизненные сериалы, веселые и так далее. Какая разница? Я не разделяю людей по национальности. Мне абсолютно приятны все люди, любой национальности. у меня нет национализма в крови, да, я принимаю любого хорошего человека. Везде есть хорошие люди и плохие люди, в разных национальностях, в разных государствах и так далее. Поэтому, если вы считаете, что я не патриотка, делайте выводы только на основании того, что я смотрю корейские сериалы, но это ваше право. Я сама за себя знаю, кто я, что я, в каком месте я патриот, а в каком нет. Так, и еще у нас Валентина Семеновна пишет, и что в этом плохого? Отвлечься от домашних дел и просто посидеть или повязать и послушать. Я не считаю это тратой времени. С возрастом понимаешь, что спешить не надо нам уже никуда. Как говорит мой муж, не спеши, а то успеешь. Раньше я так зашивалась, и мне так все надоело. Нетерпимые домашние, клиенты в сберкассе вредные. А не так я читаю сейчас, изменю интонации. Нетерпимые домашние, клиенты в сберкассе вредные. Родственники, я должна бегом бежать по их зову. И я в горячах сказала, вот бы в больницу попасть и полежать от вас всех отдохнуть. И ночью меня забирают с предположением на скарлатину. Она инфекционная. Как материализуются вещи. Вот и отдохнула. Две недели болезнь не подтвердилась. Я знаю, что делаю ошибки и как правильно писать знаю. Но никто мне не делал замечаний. Большое вам всем спасибо. Вот и настолько мне нравится Валентина Семеновна. Она тут же ж и поучит. Тут же ж она и что-то расскажет. Тут же ж она и пошутит. Ну вот, как говорится, молодец. Со всех сторон она молодец. Да, я хочу сказать, что иной раз вот я где-то как-то зашиваюсь. И вот говорю, что только глаза открыл, уже надо ложиться. Закрывать их по новой. И вот так у меня все проносится этот день. Вот вы представляете, я сегодня с утра проснулась в 7 часов, как села за компьютер и поднялась в 3 часу. Я даже не позавтракала чай с бутербродом и даже не кушала все это время. Настолько я была увлечена этим всем. И для меня этот день, вот я говорю, уже сейчас время почти 4 часа, а я еще, можно сказать, ничего не сделала. Вот, а день уже заканчивается. И вот очень сильно я замечаю, когда, допустим, куда-то по делам хожу и прихожу домой, а у меня ничего не сделано. и я думаю, боже мой, день пролетел, а у меня ничего не сделано. А потом такая сажусь и думаю, Ира, угомонись, когда ты будешь отдыхать. постоянно куда-то бежишь, 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 но в переносном смысле, я говорю, бежишь, потому что я-то сильно не разбегусь сейчас. Но, я не знаю, у меня вот ни минуты покоя. Я вчера стояла на почте, а у меня в голове было это, ой, сколько я времени просто так теряю. Надо было вязание взять, да посидеть там, повязать. Ой, я не знаю, потом себя отругала за эти мысли, потому что, конечно же, всему свое время. Надо, как говорится, разделять немножко, потому что, ну да, с одной стороны, конечно, вот я вяжу, 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 а потом такая думаю, ну да, я вот стараюсь, вяжу, что-то снимаю, показываю, думаю о том, что ой, не связала, потому что нечего будет показывать и все остальное. А потом, как получу по загривку комментариями себе по башке и думаю, да, тороплюсь, куда-то спешу, а толку никакого нет. Все равно тебе по башке настучат. Ну, в общем, всякие люди бывают. Ладно, каждый сам для себя определяет остановиться ему либо бежать. И мы уже люди, которые имеем за плечами огромный жизненный опыт, поэтому, я думаю, каждый разберется сам. Зоя Дюке, наверное, так я читаю. Здравствуйте, Ирина, все присоединившиеся. Хочу рассказать свою историю. Начала вязать 14 и сразу же лет по своей задумке. Получился хорошо и, что самое главное, модным. Так и вяжу всю жизнь в основном по своим моделям и выкройкам. Я по профессии портниха. Училась 4 года, умею кроить, моделировать и преподавала. Училась с 15 лет. Когда мне было 17, у нас организовывалась выставка наших изделий. Я предложила 4 изделия. И вот, когда одно платье из шерсти было готово, нужно было его окончательно отгладить и чтобы швы не отпечатались на лицевую сторону, мы подкладывали плотную бумагу под запас шва с изнанки. Нашла у мамы какую-то плотную бумагу и стала отпаривать. И о ужас! на лицевой стороне платья стали проявляться черные разводы. Я чуть с ума не сошла, так как выставка была назначена на следующий день. Я со страхом начала смотреть, что случилось. Оказалась бумага с смолой в середине. Не знаю, для чего она была нужна и как она оказалась у нас дома, но сам факт, что именно ее я взяла. Дома я была одна, не знала, что делать. Начала пробовать растворителем, а потом по-моему бензином или керосином. В общем еле вывела, но была так напугана, но не плакала. А в следующий раз, по-моему в 18 лет готовила платье на экзамен. И когда оно было готово, во время глажки я прожгла прям на груди 4 дырочки разной величины. И что вы думаете, платье было в мелкую клеточку. Я сидела латала его, совмещая все клеточки. На экзамене принимали 4 человека. Никто не заметил, только моя учительница увидела, покачала голову и промолчала. Так я и закончила свою учебу. Всем пока, спасибо, что возможно делитесь своими историями. Огромнейшее спасибо вам за такой замечательный комментарий, за то, что вы уделили время, написали, поделились своими жизненными историями. Я представляю, какое вы чувство испытали, потому что, как говорится, не дай бог никому что-то подобное испытать. Но в жизни, к сожалению, бывает все, бывает история еще похуже, тут от этого никто не застрахован. Ольга дом огород и рукоделие. Здравствуйте, Ирина. Согласна с вами на все сто, как бы тяжело не было, надо выходить из любой ситуации самому, перекладывать свои проблемы на кого-то, это эгоизм чистой воды. Позволить себе походы к личному психотерапевту может не каждый, но многие могут услышать от таких специалистов за приличную сумму примерно такую фразу «Пускай усе твои тревоги уносят в лес единороги». Наверное, есть где-то и хорошие специалисты по починке и восстановлению психики, но в основном это модная специальность для выкачивания у людей денег. Ну да, я, если честно, даже не знаю, соглашаться или не соглашаться, потому что я думаю, что и хорошие психологи, психотерапевты, ну, в общем, есть хорошие врачи, но где их искать? Ведь их таких днем с огнем не сыскать. Что тогда, что сейчас, скажите, во все времена было модно покупать экзамены и прочее, и прочее, и прочее. Ну, это наша жизнь, никуда от этого не уйдешь. Кто-то учился очень хорошо, никому не давал, на лапу, а кто-то, к сожалению, был лентяй, но также получил диплом, и ничего тут не поделаешь. Вот, так что, ну, да, имеет место и такое быть. Так, Наталья, моя жизнь и увлечение. Добрый день, Ирина. очень аппетитно выглядит тортик, но я к 13 февраля решила взяться за свой лишний вес и объявила ему бой. Уже с первой недели результат не заставил себя ждать. Теперь готовлю себе разные десерты и вкусняшки, которые не повредят мне. Даже открыла новый канал борьба с лишним весом. Как же становится легко. теперь там буду выкладывать все свои результаты, рецепты полезных блюд. Если интересно, спасибо. Нет, вы не обижайтесь, мне нисколько неинтересно, потому что это надо не время от времени делать, а это надо сделать нормой своей жизни. Я хочу сказать, вот у меня моя маникюрша, возвращаясь опять к маникюрше, она с июня прошлого года на 40 килограмм похудела. Во-первых, она занимается спортом, она не менее двух часов в день выделяет на то, чтобы там ходить, всякие там она ходит в бассейн, еще куда-то. В общем, полностью посвящает своей ну, как своему здоровью, да, это раз. Второе, там, она делала антицеллюлитные массажи для того, чтобы подтягивалась кожа, потому что уже кожа в нашем возрасте, она плохо принимает форму и так далее, и так далее. Это очень дорого, это не пять копеек стоит. Я это прекрасно знаю, потому что я в своей жизни худела и знаю, во что это выливается, потому что, ну, во-первых, надо знать, что питание должно быть сбалансировано. Если вы, допустим, углеводы, там, допустим, не едите хлеб, то вы должны пополнять углеводами другого класса себе, ну, есть же у нас разные углеводы, да, и продукты практически все имеют, и белки, жиры, углеводы и так далее. Это не просто так, вот, с бухты барахты вы решили, чтобы не навредить своему организму, нужно столько потратить время на изучение этих блюд и прочее, прочее. Это не так, что вы посадили себя там, допустим, на одни салаты, и все, все должно быть сбалансировано, тогда это не отразится на вашем здоровье. Я не буду этим заниматься, потому что, ну, еще раз говорю, я уже этим занималась, я знаю, что можно получить результаты, хорошие результаты, но пока у меня приоритеты совсем другие, и чтобы похудеть, это тоже дорогого стоит. не зря есть диетологи и так далее, и так далее. Поэтому, ну, вы для себя решили, это, конечно же, похвально, но это не для меня. Валентина Семеновна, спасибо за приятные посиделки, взбодрилась, я немного приболела, да и как тут не поднимешь настроение смотреть на такую красоту, я имею ввиду, Ирину, за светера я уже высказалась, то ли цвет так влияет, но пробовала представить другом, и все цвета ей идут, она всегда неотразима. Спасибо вам огромное за такие замечательные слова. Мне, конечно, очень приятно слышать, что я там неотразима или еще что-то. мне кажется, любая женщина, которая следит за собой, которая приводит внешность, порядок и так далее, я тоже выгляжу дома, когда не накрашенная, особенно сейчас, когда нет горячей воды, как нахохлившийся воробей. Ну, женщина должна быть разной. как говорит мой муж, что если страшники, то никакая подкраска и одежда не спасут. Ну, возможно, и прав ваш муж. И я встала и помыла голову. Вот сейчас муж придет из подвала меня поздравлять с 8 марта. Он взял две старые сковороды и пошел их под станком начищать до блеска. Он у меня практичный и консерватор еще. Все новые сковороды не признает, а я устала их выкидывать. Благо, они стоят от 800 до 1200. А если бы дороже. А подарки так у нас заведено. Я покупаю сама себе, что необходимо, конечно. Была недавно на рынке ему три футболки, а себе три халата. Вот и все, что нам сейчас нужно. А остальное я свяжу. оставайтесь такими, какие вы есть. Будьте самокритичны и много смейтесь. Простота и открытость тоже притягивает. Я сначала думала, ну зачем Ирина вызывает огонь на себя, так откровенно делится с нами. Но есть принципиальные люди, которые сразу замечают неискренность и их тогда отталкивают от этих людей. Вот в этом и секрет такого отношения к вам людей, да и другой вы уже не станете. а нам вы нравитесь такая. Если честно, друзья мои, ну вот я не вижу себя со стороны, понимаете? Это первое. Второе, я такая, какая есть, я и в жизни такая, я и на камеру такая. и если вы говорите ною, значит, я такая нытик по жизни. Если вы говорите, что я позитивный человек, значит, я позитивный человек. Часто моё нытьё, я просто рассказываю своей жизни, что в моей жизни происходит и так далее. Я не придумываю никакие истории, ничего. Но некоторые люди принимают это, что я ною, чтобы вызвать какой-то у кого-то жалость, чтобы ещё что-то вызывать. Я ни у кого ничего не хочу вызывать, честное слово. Не ставлю никакой себе целью. Если я радуюсь, я этой радостью делюсь с вами. Если я грущу, я этой грустью делюсь с вами. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кто-то проходит мимо, не задерживайся, кто-то чуть-чуть задержится, потом уходит, а кто-то остаётся со мной надолго. Ну, вот как есть, так и есть. Всё у меня без прикрас. Если у меня где-то не убрано, я говорю, ага, вот у меня там не убрано. Если у меня где-то что-то, если у меня хорошо, значит, всё хорошо. Ну, вот такая, какая есть. А прошу меня такой любить и жаловать. Спасибо, Валентина Семёновна, за добрые слова, за то, что вы меня так поняли, ну, такой, какая есть. Спасибо вот как вы видите, что в основном пишут одни и те же. Постоянные мои зрители очень мало пишут те, кто вновь пришёл, а может кто-то сидит в кустах, ну, в общем, я не знаю. Ольга, дом, огород, рукоделие. Это не значит, что я конкретно выбрала этих людей. Это вот действительно такие вот комментарии, которые я озвучиваю, потому что они вот такие большие, они написаны, что-то в них интересного, как бы я призываю вас тоже, пишите, будем нашу рубрику посиделочки поддерживать. Ольга, дом, огород, рукоделие. Добрый вечер, Ирочка, вы мельком сказали прязав бывчивость, да, это у всех бывает, это не значит, что деменция на пятки наступает, или клин мозгов. У нас в голове столько параллельных процессов происходит, это одна мыль перебивает другую, тем более, что столько планов, про одно думаешь, тут же что-то делаешь, естественно происходит какая-то нестыковка. Насчет деменции, у вязальщицы ее не бывает, как-то попалась с отряд о том, кто меньше всего страдает от деменции. В такую категорию попадают те люди, кто занимается мелкой моторикой, что-то делает кропотливо своими руками, а это конкретно о вязальщицах сказано. Спасибо за посиделки. что-то я как-то не так прочитала или не доподела. Значит, как-то прочитала статью о том, кто меньше всего страдает от деменции. Поняла, в эту категорию попадает вязальщица. Все, немножко не так прочитала. Спасибо за посиделки, здоровья вам, новых интересных творческих процессов и крепкого здоровья. Спасибо вам большое и спасибо, что вот где-то что-то прочитали, рассказали, огромное-огромное спасибо. Оксана Якимова, Ирина, здравствуйте. Конечно же, в первую очередь выздоравливайте, болеть плохо, а я сама вот только оклемалась от гриппа. Три дня держалась высокая температура, но я только лежала и даже просто мало спала. Весь дискомфорт организма, всякую боль стараюсь лечить, скрутившись калачиком и скорее уснуть. Во сне я не ощущаю боль, а вот от кашля, особенно когда грудь заложена, дышать трудно, и хрип, и скрип, дышать мешает, послушайте старого закоренелого бронхитика. Недорогой мукалтин облегчает дыхание, только надо две таблетки растворить на полстакана воды и раза четыре в день. Безвредная травка назначает и детям, всегда им спасаясь, выздоравливайте, мне очень нравится пряжа на вашей звездной ночи, пусть у вас все получится. А по поводу беспорядка на столе, это творческий беспорядок, у меня так тоже бывает, ничего лишнего, но все нужное под руками. И по поводу упоминания вами в ваших видео известных блогеров, они не должны на вас обижаться, а наоборот сказать спасибо. Медведь вяжет, Татьяна Кельмяшкина, Галочка, Цветы Катымы, Ольга Корунова, это не весь список, на них я на всех подписана, благодаря тому, что о них услышала в ваших видео. Это плодотворная, практическая, надежная реклама. А вот лежите, я вам не скажу, потихоньку рекомендую гулять, потихоньку рекомендуют гулять даже и врачи, если нет температуры. Я из температуры выходила, приходилось гулять собачкой, так что смотрите по самочувствию, здоровья вам, спасибо за видео, спасибо вам огромное, конечно же здоровье, я думаю, что вы уже давным-давно выздоровели. Так, девчонки тут пишут еще, раньше детям врачи всегда муколтин назначали одну таблетку на 1 четвертую стакана чая, сейчас мы забыли это средство, а зря, правда он тоже сейчас не копеечный, это пишет Елена и Татьяна Шикуля, так импортные противокошливые препараты и это и есть муколтин, читайте аннотации, но все конечно не очень часто, не все конечно, но очень часто, муколтин я пила, он мне не помог, таблетки от кашля пила, не помогли, ингаляцию делала, не помогли, помог, мне вот сироп крайний, который я покупала, я его показывала в своих видео, что я купила, вот он мне помог, я его начала пить, там тоже он травяной и сразу мне стало легче и я же говорю, что сейчас конечно же я еще чуть-чуть покашливаю, но не до такой степени, как было раньше, то, что у меня было раньше, это конечно небо и земля, сейчас я вообще считаю себя здоровым уже человеком, но я думаю, что окончательно это все тоже пройдет, я буквально дня два перестала его пить, а пила наверное недели две я пила его, так и конечно же спасибо, что вы всегда верите в меня, что у меня все хорошо получится, я стараюсь, вяжу для себя не на показ, а так, чтобы мне тоже это все тоже нравилось, так Татьяна Чубакова, добрый день Ирина, пока слушала, думаю, надо это написать, это написать, но отвлекли по телефону и вот забыла, я не знаю, но хочу поделиться, может кому-то и пригодится, у меня очень сильно болят ноги при ходьбе на расстоянии, вы не подумайте, что много надо пройти, нет, метров сто прошла и стою, а в икрахе такая страшная боль, и только когда она затихает, я продолжаю идти, но уже прохожу не сто, а пятьдесят, и опять стою, дома все делаю, топчасть, и ничего не болит, я ходила к неврологу, сказали, это не наше, сделайте МРТ, ничего по их части нет, есть, конечно, грыжи на позвоночнике, но нервные окончания не заземлены, а внизу ноги отекают, меня простой хирург направил сосудистому хирургу, она послала на УЗИ нижних конечностей, там показала, что на левой ноге артерии не работают, забито, потом сделала КТ, казалось, что и брюшной аорте бляшки надо делать, или шаунтирование, или стенирование, жду квоту на операцию, раньше все думала, что варикоз, да и ходила по платным врачам, так потеряла так все делали УЗИ и ни один не направил к сосудистому, так что девчонки, у кого проблема похожая есть, обратитесь к сосудистому, меня срастили, вы курите, я говорю, никогда не курила, я сама думаю, а что мы едим, непонятно, вдруг под старость появилась аллергия, сахаров стал подскакивать, исключила мучное, все красное, нежирное ем, и сижу на гречке, да, очень всего хочется, но надо все в меру, а как сдержаться, другой раз и схвачу что-нибудь, сразу прыщик выскочит и зачешется, тут два дня подряд вызывала скорую, делали уколы от крапивницы, ограничила себя во всем, и все хорошо, у нас в Петербурге сегодня такое солнце, надо идти погулять, Ирочка, я каждое твое видео смотрю, я очень благодарна тебе за все, за твои прекрасные работы, за твои посиделки, нам одиноким, это очень нужно, девчонкам всем привет, вы знаете, я с вами согласна и не согласна, надо искать причин, но вот вы же наверное же знаете, что вы накануне ели, почему у вас крапивница выскочила, вот нужно исключать только это, все исключать нельзя, и ну я не знаю, я могу сказать, что я ем все, но я ем умеренно, вот многие делают выводы, что я там допустим на тарелку этих там пирожков наделала, это значит я села и за раз их съела, нет, у меня я ем по одному пирожку, вот утоляю жажду, потом морозилку вожу и разжарю тогда, когда мне еще захочется, и я ем только утром, сейчас, ну я ж уже рассказывала, что одно время у меня вот какой-то вечерний жор был, вроде последний раз там в 6 часов пол седьмого, но я ложусь поздно, я ложусь в 11, 12, но допустим ужинаю, я часов в 6, в 7, иногда бывает, если там гости приходят, бывает, что и чуть-чуть попозже, но это очень-очень редко бывает, вот, и как-то я не знаю, то ли чего-то в организме не хватало, то ли еще что-то, начала я испытывать вот этот голод, перекушу, а часов 10 мне опять хочется есть, ну и что, тут же проявился этот Сергей, обложка, да, которого озвучили, тоже рекламу ему сделали неплохую, вот, у него там кое-какие себе рецептики, такие, которые сытные и в то же время малокалорийные, и сейчас я применяю вечером именно такие там грибы присутствуют, присутствует только белок яичный, овощи, нормально и наедаюсь, и есть не хочется, вот, поэтому мы же все ищем то, что должно, ну, как подходит нам, я вас ни в коем случае не осуждаю, вы для себя приняли такое решение, что вы сидите там либо на одной гречке, либо все там исключили, это ваше право, кто-то там еще что-то делает, каждый для себя сам определяет, что ему в этой жизни делать, потому что мы девочки уже взрослые, да, я говорю вот ко мне, я не знаю как кому, а ко мне бесконечно эти консультанты по питанию заходят, я говорю их столько консультантов, мне кажется, что людей, которых они консультируют, собираются меньше, чем их, прямо каждый консультант по здоровому питанию стал, просто нету слов, но в любом случае спасибо вам и дай бог вам здоровья, так, Валентина Семеновна, это должно быть вкусненько, ингредиенты все съедобные, так, сейчас, опять, скакану у меня, вот, хотел сразу утром приготовить, а кефира нет, и хочу попробовать тонким блином сделать и свернуть, а овощи положить в середину, я так делаю овся на блин, дочь дала дорогих прикопченных немного сосисочек, говорит новинка, муж не разрешает мне есть и покупать колбасу, но дочка работает торговым представителем там, генеральские колбасы и привозит, привозит ему настоящую краковскую, у него губани ест, а это внучка провожали домой к мужу, и она нас пригласила посидеть, муж не поехал, она к нему приезжала по до свиданец, не люблю слово попрощаться, внучка утку запекла и салатов наделала, каких я не ела, молодежь, молодежь в скобках, а я прямо с порога, дайте мне колбасы и побольше всякой, я вообще вот не знаю, вот пишет Валентина Семеновна, муж ей главное запрещает колбасу есть, а сам ест, ну это вообще слов нет, одни эмоции, они ты пораскрыли, но спорить не стали, вот и я в этом рецепте колбаску запросто спрячу, спасибо Ирина, чайка обалденная, надо мне придумать такое окрашивание не так, есть у меня тоже одна вещь, которую я терпеливо жду, не перестаю и не спрашиваю, и поэтому она тоже успешно продвигается, но посмотрите, мои дорогие, сколько процессов движется к завершению, я тоже всех вязащих смотрю и никого столько не видела, так я кофе выпила, взбодрилась и буду до вечера писать, доброты, терпения, и уважения вам, Валентина Семеновна, спасибо вам большое, огромное вам спасибо, ой, сколько замечательных подписчиц у меня, сколько моих, как же назвать-то, я не знаю, хочется такое приятное слово подобрать, но не могу, тех, кто меня поддерживается, кто понимает, кто приободряет, дает мне стимул и так далее, спасибо вам огромное, дорогие мои, всех я вас крепко-крепко обнимаю, ну и опять же, Валентина Семеновна, негативчика тебе уже подбросили, а я никем не обижена, вполне состоявшаяся, набравшаяся мудрости, беззависти и злобы вам скажу, давайте жить дружно, но вы меня просто разочаровывайте, наши дорогие подписчики, нам с вами было так хорошо, но не будем завидовать, злиться и лысеть, сколько проделана работы, сколько труда вложено, но не успели к сезону довязать, а бывает у вас, когда вы все довязали, но не успели надеть, допустим, зима пришла, а в следующий сезон не надели это ни разу разонравилось, так зачем же тогда вы пыхтели над ним, чтобы просто довязать, я хочу похвастаться, что у меня таких 4 вязаных изделия, но ни одно из них не нравится уже, все должно быть продумано до мелочей, девиз, пусть лучше все будет в изделии, чем будет валяться нитки, и хозяин барин, он предлагает, мотивирует нас, но какие к нему претензии, я устала, на одном дыхании вяжу ковтенку, а кардиган и летнюю забросила, а кто имеет право мне указывать, что мне делать, но Малетина Семеновна молодец, я с вами согласна, вот знаете, у меня такое впечатление, что вот те люди, которые осуждают меня по поводу моего количества большого процесса, они, наверное, вяжут, не получая удовольствия, я так не могу, когда есть слово надо, просто, вот надо, вот как сейчас, вот мне надо связать к приезду Максика, к приезду дочери, там, допустим, то, что я запланировала, у меня это медленно движется, потому что это слово надо, зато, когда я, допустим, вяжу это потому, что не надо, потому что вот так вот захотелось, заказ мне дочь дала какой-то, сказала, что, ага, когда свяжешь, ну, скажем так, как я вязала вот елочку, вязала лимончик, да, вязала там ей худи, вот, от этого вязания я получала удовольствие, вот, потому что мне не нужно было какому-то времени, я вязала тогда, когда я хотела, у меня не вязал, да мокло в меч, надо, вот, Валентина Семеновна правильно говорит, бывает, бывает вот такое, что вот начинаешь и думаешь, ага, я сейчас вот это вот быстренько свяжу, и там начинаю и что-то начинает, допустим, препятствие какое-то, то одно, то другое, но причины всегда находятся, да, вот, то сезон, то еще что-то, и я когда, допустим, в прошлом году начинала летние изделия, я сразу в видео говорила о том, что скорее всего, что я в этом сезоне не довяжу, но так как мне понравилось, понравился узор, понравился там кокетка и так далее, я решила зафиксировать и потом уже продолжить, чтобы это у меня не убежало, и я говорила, продолжу, значит продолжу, нет, значит распущу, но люди, видимо, это видео не смотрели, все в кучу собрали, вылили на меня ушат всего, чего можно и нельзя, но опять же, я их не осуждаю, каждый судит по себе, а я такая, какая есть, а я такая вот вышла из трамвая, так что у меня много начатых изделий, и я что-то довязываю, что-то перевязываю, что-то даже распускать стала, Людмила Денисова, да, девочки, мужики, сейчас изменились и далеко не в лучшую сторону, я возьму свой пример, прожила с мужем 35 лет, но как жила, мне 55, а у меня подруг нет, и это благодаря мужу, если какая-то ругань, у него привычка высказать, что подруг наслушалась, если ко мне кто-то пришел, то тоже начинается, что успела нажаловаться, хотя я не имею привычки и выносить ссор из избы, а вот у него, наоборот, при каком-то застолии и меня, и детей грязью обольет, да, руки золотые, и стройка, все, что с ней связано, он делает все сам, но жить и терпеть только ради этого я устала, последней гранью было то, что он довел меня до прединфарктного состояния, ушла, благо во дворе этого дома, вот уже 3 года мы живем, но каждый раз норовит влезть, купила в эту пенсию то, что мне необходимо, спасибо сынуля, по магазинам повозил, приехали домой, ну и покупки заношу домой, в это время он был во дворе, увидел ведра и начал возмущаться, зачем ты их купила, меня аж взбесило, говорю, тебе какое дело, я что, за твои деньги их купила, что ли, поставила окна пластиковые в коридоре и в душе, все как положено, с обналичкой, опять влез, зачем она тебе, что нельзя самой штукатурить, постоянно хочет, чтобы надо мной быть, чтобы надо мной был контроль, но уж нет, хватит, натерпелась, извините меня, что вот так выложилась, но иногда надо с кем-то выговориться и на душе спокойнее становится, Людочка, дорогая моя, я знаю твою историю, у Люды есть свой канал, проходите на ее канал, она там тоже рассказывает о своей жизни, она тоже вязальщица, тех, кто не знает, и тоже она там показывает, и у нее, собственно говоря, практически канал по тематике такой же, как у меня, так что, девчонки, если вы не подписаны на Люду, проходите, смотрите, может быть, вам тоже понравится ее канал. Люда, я хочу тебе сказать, ты приняла решение, конечно, самостоятельно, и только ты знаешь, каково тебе жилось в этом браке, и только ты можешь, допустим, как сказать, решить, что тебе делать, как делать, и я так думаю, что уже прошло определенное время, и ты прочувствовала эту разницу, ну, и раз ты уже там сама что-то, какой-то ремонт делаешь, и все, наверное, я, я так думаю, ты уже приняла окончательное решение, хотя я же смотрю, что ты там для него и для себя эти хлеб печешь и так далее, с другой стороны, я думаю, что все-таки ты молодец, что окончательно вы не враги, что все равно как-то, живя в одном дворе, пусть вы сейчас добрые соседи, но нужно быть добрыми соседями, это лучше, чем быть врагами, ну, по крайней мере, мне так кажется, в общем, Люда, поддержу тебя, ой, на все сто, что-то камера уже у меня, наверное, тоже устала, так, ну, что, дорогие друзья, тут остались, остались комментарии от 16.04, я уже тогда в следующие вязальные посиделочки, их прочитаю, потому что уже сегодня и так много я тут наговорила, так что, дорогие друзья, пишите комментарии, желаю всем всего-всего только самого-самого хорошего, солнышко в душе, чтобы все то, что вы задумывали у вас сбывалось, чтобы все получалось, здоровье вашим ручкам и в целом, чтобы здоровье не подводило, хотя я иной раз, когда мне там плохо, я думаю, ой, Ирина, ты радуйся, что ты еще столько переживши в своей жизни, можешь ходить, что-то делать, себя обслуживать и так далее, поэтому любое, как бы сказать, предметы ржавеют, изнашивается и все остальное, а у нас организм, разве он не такой же, тем более, если нагружали его по полной, конечно же, он будет уже давать где-то сбои, так что, друзья мои, я желаю всем всего-всего самого наилучшего и прощаюсь с вами совсем ненадолго, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok